А, что? А, Лукас. Советую принести чаёк и вкусняшки. Видик обещает быть пушкой. Но для начала, я хочу напомнить вам о 20 тысячах вейбаксах, которые уже совсем скоро попадут к вам в руки. Ведь я решил разыграть их в честь становления нашей с вами братвы на новый уровень. Соответственно, в честь 200 тысяч сабов на канале. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить пару простых условий. Подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И также не забыть написать комментарий как минимум из 5 слов на тему ролика. Вторым можете указать ваш ник в Fortnite для связи. Вы довольно активно наконец начали подписываться и уже скоро мы добьём цель в 200 тысяч. Так что обязательно подпишись и поставь колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши. Ну а теперь хватит трындить, погнали ролик смотреть. Друзья, я знаю, что вы любите юмор и как раз для вас. Я нашёл отличный канал с игровым юмором Игры Руж. Автор канала делает качественный и смешной контент с добавлением крепкого словца. Который будет вам по душе и поднимет настроение. Если ты любишь игровой юмор, то ссылка на канал будет в описании. И не забудьте передать от Лукаса привет. Ну что ж друзья, пока в Fortnite полное застойное состояние и не происходит ничего интересного в плане сюжета, предлагаю вам вспомнить о кому-то и узнать впервые о таких вещах в Fortnite, которые многие не помнят или даже знать не знают о их давнишнем существовании. Ведь их удалили из игры в своё время. Располагайтесь поудобнее, а я начинаю. Номер 10. Олдовая кирка. Да-да друзья, те кто начали играть в Fortnite со второй главы, даже не подозревают, что та самая дефолтная кирка в Fortnite, которая стала символом игры, давным-давно пропала из него. И сейчас дефолтная кирка это, можно сказать, китайская подделка с Алиэкспресса. Раньше она была более ламповой что ли, простой, и думаю потому она и стала так любима миллионами. Сейчас же те, у кого нет кирок покупных, вынуждены бегать с неким подобием этой кирки, которая выполнена на современный лад. Из-за чего, как мне кажется, она потеряла весь свой этот вот ламповый шарм. Лучше бы просто улучшили текстурку, а не меняли её полностью. Но остались ещё кирки, которые сохранили свой внешний вид старой дефолтной, ведь они являются просто её реколорами. Номер 9. Танцевальные движения. Думаю, это реально олдовая тема, которую очень мало современных фортнайтеров вообще видели и знают её историю. Именно эта дефолтная эмоция первого сезона в Фортнайте дала толчок игре и первый хайп. Ведь на самом деле, Эпик Геймс подрезали танец сериала Клиника, без разрешения актёра, который его придумал. Из-за чего начался в то время скандал и суд вокруг Эпиков, что и привлекло игроков. Как ни странно, невероятно крутой и хайповый танец совсем забылся, и я лично уже давно не видел людей в игре, танцующих его. Номер 8. Блок. Эту локацию помнят, я так понимаю, очень маленькое количество игроков, ведь существовала она. Буквально пару-тройку сезонов и исчезла незаметно с приходом новой главы. Блок был уникальным местом локации, которая раздавила своим появлением кошмарный кинотеатр, но зато принесла в комьюнити Фортмайта возможность талантливым и незаметным креаторам карт творческого режима быть замеченными и монетизировать свои старания. Каждую неделю на блоке размещалась рандомная, но очень крутая локация, которую Эпик Геймс отбирали среди множества других у обычных игроков, но которые любят висеть в творке и строить локации. Благодаря чему люди получали внимание к своим картам, за что Эпикам большущий респект. Хоть блок и пропал, мы будем помнить, что иногда все же Эпик Геймс хотят не только заработать побольше денег на детях, но и помочь быть замеченными юным талантом. Номер 7. Сплюснутое разрешение 4х3. Вот это потеря-потерь. Меня пробивает на пожилую олдскульную слезу. Я как большой фанат 4х3, игравший на этом разрешении в КС до Фортнайта, и в Фортнайт с переходом на него очень скучаю по тем временам, когда можно было в фортике наслаждаться игрой в полной мере, и не только игрой. И для современных игроков Фортнайта, которые пришли в игру после запрета на 4х3 и его нерв со стороны Эпик Геймс, думаю не понять, какое визуальное удовольствие играть в растянутом разрешении. Ведь тебе реально в прямом смысле становится комфортнее и удобнее играть. И как по мне, еще и намного удобнее целиться. Да и вдобавок ко всему, Фортнайт богат на красивейшие попки среди всех современных игр. А в 4х3 они выглядели еще более смачно, поверьте мне. В общем, олдам, когда-то играющим в 4х3, большущий привет. Я как и вы скучаю по этому крутому разрешению. Жаль, что убрали. Номер 6. Физика грудей. Да-да, я не могу не упомянуть вновь про эту механику. Но думаю, аудитория за год сменилась, и сейчас много тех, кто не в курсе, о чем это я. Все дело в том, что ровно 2 года назад, во временах Лоунского 6 сезона Фортнайте, появился один интересный скин в игре, добавленный в боевой пропуск того времени. И на тот момент это был единственный скин в игре, у которого размер груди явно был больше остальных в игре. Вдобавок ко всему, вместе с его появлением в том сезоне, Эпик Геймс добавили и физику грудей у всех женских персонажей. Если вы бегали, прыгали или же танцевали, то грудь вашего скина дрыгалась как подобает, как в реальности. И естественно, все тогда гоняли на этой ковбыши из-за ее размеров. Я, кстати, тоже. Но буквально через 3 дня началось самое обидное, так как основная аудитория Фортнайта это дети. Начали происходить случаи, когда ущемленные мамаши мелких писюнов, замечали, что их детки играют на сисястых девках, у которых трясутся грудки. Что приводило их в ярость, и они начали засыпать гневными жалобами и письмами, с угрозами, осудея компанию разработчиков. Эпик Геймс, естественно, чтобы не начать получать паши в судах, быстренько отключили эту физику сисей и уменьшили их значительно скину ковбой из боевого пропуска 6 сезона. В итоге, мы насладились этим внеземным счастьем только 2-3 дня. Но оно останется в наших мужских сердечках. Номер 5. Старый Бёрстган. Сейчас все привыкли, что Бёрст пушки — это Фамасы и Ауги. Но мало кто помнит, как раньше выглядели многими нелюбимые ганы в Фортнайте. Для олдов это не будет новостью, но Ньюфаги удивятся, что мы пару лет играли с пушками, которые выглядели вот так. Точнее, именно тройка Бёрст выглядела таким вот простеньким хламом. Да, не густо и не так красиво, как сейчас, но зато было лампово. Хоть я их и не любил совсем. Лучше с эмкой серой в руках, чем стройкой гнилой в ногах. Номер 4. Бумбокс. Старенький итем, который, как по мне, очень круто сейчас бы смотрелся в форточке. И жаль, что его убрали. Вся суть бумбокса заключалась в том, что кинув его у построек любого типа и вида, он начинал жёстко басить крутой музычкой и разламывать в считанные секунды всё, что было рядом с ним. Так вы могли хоть побороться с лютыми строителями-задротами и попробовать переиграть их хотя бы на стрельбе. Если в стройке, они вас переигрывают. Было весело, но мы пойдём дальше. Номер 3. Штормтрекер. Вот это действительно ультра-олдовая вещь, которая очень и очень мало кому запомнила. В чём суть? В далёком прошлом, во времена обновления 4.20, в Fortnite ошибочно добавили игровой предмет под названием Штормтрекер, который позволял игроку знать и видеть, куда будут смещаться следующие две зоны. Благодаря чему мы могли заранее занять позиции для перестрелок с врагами, но в чём был прикол? Этот предмет добавили по ошибке, перепутав его с реактивным ранцем, который должен был тогда впервые появиться в игре. Как итог, через 30 минут после добавления Epic Games заметили косяк и быстро удалили Штормтрекер из Fortnite, добавив правильный итем в игру. Жаль, что я тогда только одну катку с ним побегал и то не понял, в чём его суть. Так что воспоминаний о нём у меня практически нет. Номер 2. Дабл Помп Конечно, без этой механики обойтись в ролике я не мог. Было бы неуважительно. Дабл Помп – король мет и дробовиков, давший довольно крутой буст популярности игре. Развил эту мету и открыл, в принципе, игрок и стример из команды TSM под ником Daekwon, который в те времена был тем, кто, в принципе, всегда открывал какие-то механики и фишки, всегда первым. Мета Дабл Помп была феноменальной. Игроки, понимающие, как она работает, могли разваливать десятки игроков, измельчая их в пыль с двух помп с невероятной скоростью. Это было очень крутое время, и жаль, что я научился ей пользоваться буквально за неделю до нерфа. Слишком мало поиграл с Дабл Помпой и не успел тупо наиграться. Ну ладно, кем не бывает. Номер 1. Олдовые скины дефолтов Еще один крайне древний прикол, позабытый всеми. Это старый вид дефолтных скинов, которые были в первой главе. А в частности, в первых сезонах Фортнайта. Тогда еще не особо была проработана система скинов в игре в принципе, и разработчики не понимали, как развивать игру в этом направлении. Потому в игре присутствовали только дефолтные скины. И чуть позже появились вдобавок несколько платных вариаций для каждого из них. Это уже гораздо позже начала индустрия скинов у Эпик Геймс развиваться и появляться различного рода скины, когда каждый был не похож друг на друга. Ну и под конец веселого Фортнайта, перед его сюжетной смертью, дефолтные скины и вовсе полностью поменяли. Из-за чего они сейчас выглядят совсем не так, как старые и позабытые всеми кефиры из прошлого. Эх, крутое было время. Ну что, друзья, надеюсь вы кайфанули и открыли для себя что-то новое. Из давно позабытого старого, что было в Фортнайте. Ну а олдам, которые все это помнят, большущий привет. Я тоже по тем временам скучаю, когда все было так лампово и непринужденно. С душой и теплом на сердце, как говорится. Обязательно пиши в комментарии, какие вещи из ролика вы помните лично, а о каких только лишь слышали. Будет интересно узнать, сколько тут истинных олдов. И не забывайте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши, и всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Фортнайт. С вами, как всегда, был я, пожилой Лукас. До скорой встречи в новых видео и всем пока.